В Гомеле подвели выники 14-го областного конкурса сценичного, декоративно-прикладного и выявленного мастерства среди людей с обмежеванными мягчимостями. Мероприемства промерковали до Международного дня инвалидов. С творчостью конкурсантов познайомились наши корреспонденты. Влад Курта вместе с мамой приехал в Гомель с Хойницкого района. Маль каждый год я не принимаю этот дел в этом конкурсе. Все лета дуэта тримау приз глядацких симпатий. На Огулу свои 18 годов хлопец вельми активный и шматча года сягнул. В этом году он окончил школу. Мы поступили в Барбрусский аграрно-технический колледж на специальность юристом. Мы поем дуэтом, вообще у нас вся семья поем. Мы в Хойниках ходим, участвуем в самодеятельности и принимаем участие во всех мероприятиях города, в том числе и Влад. Дальше представники Хойницкой районной организации Белорусского товариства инвалидов заняли первое место в номинации «Декоративно-прикладное мастадство». Для конкурса на ведовольнике местового отделения денного знаходжения инвалидов зарабили обрадовые ляльки, отзначили сияны и у инших видах мастадства. Пару человек, которые посещают отделение дневного пребывания инвалидов, вот они на конкурсе сегодня будут танцевать. Мальчик, один студент университета Аскариды, тоже был, он читал мое остеотворение. Инвалиды – особенные люди, среди них очень много талантовых людей. Просто надо найти этот талант в каждом человеке. Ну, стараемся искать, приглашаем, на такие мероприятия привозят. Удельниками конкурса «Мастадство» стали больше, как 150 людей за обмежеванными махчимостями. Яны представили 17 районных отделений у Белорусского товариства инвалидов. Дарше самой громадской организации недавно исполнилось 30 годов. Конкурс «Талинта» на Гомельшине проводится что год, и текавость до его расти. Но язык этих актовных людей – постоянные удельники творческих мероприемств. Некоторые мают в опыт выступлений на республиканском и международном узровнях. Самая главная цель, я считаю, что этого фестиваля – это все-таки социализация наших лиц с ограниченной физической возможностями, наших членов организации в нашем обществе. Потому что, понимаете, мы должны предоставить для них какие-то равные условия, равные права, выразить свою жизненную позицию, свое активное участие, чтобы они не закрывались в четырех стенах, а именно принимали в жизни нашего общества, нашей республики. Пераможцы у конкурса у знагородили в девяти традиционных номинациях, сирот яких – вокальные и инструментальные жанры, жестовые спевы и актерское мастерство. Ганна Коральчук, Алеса Рудзянкова, Яугин Макинка, Игорь Марышченко, телерадиокампания «Гумиль».